Путь к медвенской школе теперь не только безопасный и красивый, но и познавательный. Аллею славы украшают портреты именитых земляков. Рядом с фоток ЮАР-код. С помощью него можно подробнее узнать об их судьбе. Автор проекта – социальный педагог Людмила Анахина. Воплотить идею в жизнь помог муниципалитет. Это большая волонтерская работа, большого количества людей. Были созданы разные группы по различным направлениям, в том числе и по сбору материала, в том числе и по обустройству аллеи, по уходу за газоном. Отдельно группа занималась именно дизайном аллеи. В общем, большое количество людей, порядка 200 человек. Наше подрастающее поколение, жители Медвенки, могут видеть, какие знаменитые земляки здесь родились, учились, работали. И это лишний раз может мотивировать тоже на какие-то поступки, на более лучшее обучение, на занятия собой. Это популяризация своей малой родины. Очень важная история. Еще одно место притяжения медвенцев – межпоселенческая библиотека. В годы Великой Отечественной войны большая часть ее фондов была уничтожена. Их восстанавливали буквально по крупицам. Некоторые уникальные издания передала Наталья Воробьева, дочь знаменитого писателя-фронтовика. С 2020 библиотека носит его имя. Впервые после капитального ремонта она готова принять посетителей. Читателей у нас, естественно, станет больше, потому что и сейчас читатели уже ждут, когда же мы откроемся. Да, сколько всего у вас человек? Читателей у нас, 2267 читателей. Это 221-го у нас модельная библиотека в Курской области. Еще шесть библиотек до конца текущего года модельных будет открыты в регионе. Вы сами видите, что это новый формат. И получают посетители библиотеки дополнительную возможность выхода в интернет, провести какой-то коллоквиум, обсудить новое литературное произведение. На ремонтные работы потратили около 3 миллионов рублей из муниципального бюджета. В конце поездки глава региона возложил цветы к мемориалу «Вечный огонь» в Медвинке. Мария Колосова, Максим Леонов. События дня.